Здарова всем, партизану! Гонишь, что ли? Как дела, как дела? Нормальные дела! Нормальные дела! Рубашку застегнул. Я, Дэнчик, не куда в магазин еду мороженое взять. Пятерочку еду. Поужинали. Ой, 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 ой! Добрый вечер, Жень! Привет, ДНР! Привет огромное! Привет, привет! Привет, Самара! Привет тоже большое! Где Саша? Без понятия! Не могу узнать, Ваша честь! Не усраться бы, блядь! Ой, погода кайф! Мороженку, мороженку хочу! Сейчас остановлюсь, пообщаемся чуть-чуть. Мне так нравится, как люди на перделках с места начинают так резко дергаться, выжимают газ, а машина не едет. Так, ладно, подстригся. 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 Немножко с вами потарахчу. Как этот сегодня. Видите? Вот так я с вами сегодня. Ой, ой, ой! Я в следующий раз. Привет, привет, Анка! Ладно, в следующий раз это будет в следующий раз. Давай песню послушаем. Дымом лечилось. Ну, послушаем, а золотая послушаем. Потом приходи к нам и расскажешь, что там вообще в песне. Вылечилась ли ты дымом или нет? Лечит ли вообще дым? Гнипель, Денис, ты его секретарь? Загорать можно, конечно, загорать. У вас Саша не будет, как у Джонни? Нет, я думаю, что не будет. Я думаю, что так не будет. В Москве дождь. В Москве дождь, понял. А за окошком идет дождь. Я сижу на кухне, хаваю борщ. Очень вкусный. С капустой. Что-то мне немного грустно. Украина, привет огромное. Прям как пастырь. А мне кажется, что я могу уже... Вот еще чуть-чуть, и я смогу людей крестить. Как вы думаете? Да не, ладно, расстегну. Простите. Эти львы, эти тигры. Это же невозможно. Мороженое я люблю пломбиру. Но я люблю его заливать джемом или вареньем. Клубника или малина. Ну, малиновое варенье не особо, потому что там вот в ягодах же вот эти косточки. Потом их выковыривай, блин. Вот, а клубничка хорошо. Святой Отец, она согрешила. Да. Да. Так, что хочется сказать? Хочется сказать спасибо огромное, что вы есть. Я периодически вот так буду выходить, рассказать вам о том, что... что я жив-здоров, что все нормально. По поводу, значит, платформы YouTube. Пока я не могу настроить, я уже устал. Я не соображаю. Я полный мудак просто. Я не понимаю, что мне нужно сделать. Но я обязательно с этим справлюсь. Просто нужно, знаете, копирас передастер. Через термин к звездам я обязательно добьюсь успеха. И даже в этом деле и на этом поприще я стану лучшим. А в каком деле я лучше? А, потрындеть. Это да, это да, это да. Завтра? Да не знаю, а что завтра? Завтра, а что завтра? Завтра у нас что за день недели? Завтра у нас... Завтра у нас... Что завтра? А завтра пятница. Завтра пятница. Грустно ты сегодня. Я давно уже грустный. Завтра пятница. А в субботу, Дэн, я хочу пожарить мяско. Приходите. Вот. Давай у Кирилла спрошу. Про что? У какого Кирилла? Спроси. Да я не думаю, что он. А он что-то стримы делает? Вот. А в субботу приходите, Денис. Ну, созвонимся еще. Привет, свингер. Привет огромное. Значит, смотрите. Для чего мне... Давайте вот так, я с вами буду рассказать честно. Для чего мне нужен YouTube? Вообще стримы на YouTube? Потому что там есть такая программа, которая называется Donation Allers. Это программа. Donation с английского переводится как добровольное пожертвование. Ни один блогер не... Вот все блогеры этим пользуются. И миллионники, и триллионники, и тысячники. У всех стоят донаты. Это считается абсолютно нормальным в нашем мире. Это не является там каким-то попрошайничеством. Еще раз повторяю. Добровольное пожертвование. Никто там не принуждает, никто ничего не говорит. Я иду туда конкретно только за этим. Потому что нужно мне собрать определенную сумму денег для того, чтобы там помочь человеку. Я выражусь так. Оттуда мне ничего не нужно. Ни копейки вообще. Поэтому... Дело благородное. Дело... Большой важности. Какому человеку, я в дальнейшем обязательно вам скажу. Чуть позже. Ну, просто своими силами я пока не справляюсь. Вот и все. Но я думаю, что в этом нет ничего плохого. Я не вижу в этом ничего стремного. Я вообще не понимаю, почему я сейчас сижу и перед вами оправдываюсь за то, что я хочу сделать. Поэтому... Женька, без фильтров. Я всегда без фильтров. Я никогда в жизни не выходил в инстаграм, используя какой-либо фильтр. Я мог играть с фильтрами. Мы все это вместе проходили. Но это была такая секундная история. Мы поржем и выхожу. Поэтому писать о том, что Женька без фильтра. И что фильтры отменили. Я ими никогда не пользовался. Я разве похож на петуха какого-то или что? Не могу понять. Я замечен за... Вы меня с кем-то перепутали, наверное. Из других там. Любителей в эфире посидеть. Которые фильтр на фильтр накладывают. Ты рассказываешь, а не оправдываешь. Женечка, здравствуй. Вот хорошо. Привет. А что случилось? Я не сначала. Женечка, здравствуй. Как хорошо, что ты в эфире. Без твоего юмора и красивых глазах. Никак. Боже, спасибо большое. Воздушного и масляного. Да. Поэтому в ближайшее время я не знаю, как это сделать. Просто мне на самом деле очень неудобно. Я потом расскажу, а для какого человека я буду собирать эти деньги, средства. Моих средств правда не хватает. Вот и все. Вот что я хочу сказать вам. Кто-то скажет, иди ты мужчина, иди работай. Я работаю, мы золотые. Работаю и... Придется пойти на мойку. Мусор выбирать, убирать. Говно высасывать из ваших домов. Пойду говно высасывать из ваших домов. Нет ни одной работы на этой земле, которой бы я стеснялся и которой бы я сказал, что я никогда в жизни там не буду работать. Нет. Единственное, что, конечно, какая-то работа связана с физическим трудом. Я не знаю, там завод, не завод. Ну, в том плане просто, ну, у меня тут же спину схватит, и на этом закончится и моя жизнь, и моя работа, и все. И кому я нужен, нахер буду больной. Вот. Поэтому вот так. И если цель благородная, то Бог поможет. Я искренне на это надеюсь, я за это молюсь. Значит... Я не могу пока сказать вам, потому что человек очень расстроится. Вот. И... А я не хочу его расстраивать. Значит, я... Не знаю, может быть, со следующего эфира. Я не знаю. Ну, я просто... Я не понимаю, как это нужно делать. Я не привык попрошайничать, просить. И я все это дело очень не люблю. И посмотрим. В общем, ладно. Может быть, на следующий эфир. Вообще, внизу карту тоже прикреплю. И отсюда мы начнем наш путь к вашим благим делам. Ну, и как бы вам воздастся. Вот. Поэтому... Поэтому вот так вот. Давно надо было это уже сделать, но я как-то все пытаюсь своими силами, и как-то все что-то у меня... Ну... А там, глядя, и на YouTube настроим. Там... Ну, хотя какая разница уже будет. Если Instagram, YouTube, уже не важно будет. Да. Это известный человек. Для меня он, это известный человек. Я не хочу... Зачем? Послушайте, моя золотая. Если бы я хотел сказать, кто это, я бы сказал, боже, зачем, что вы играете в эту, блядь, загадки. Это тот, тот, тот. Я сказал, что я скажу когда-нибудь. Это человек не медийный. Это человек, который имеет отношение к моей семье. Я, вы... Для чего сейчас вы начинаете, блядь, заниматься этой хуйней? Гадать что-то там? Медийный, не медийный. Известный, неизвестный, блядь. Все, не... Я все, извините, пожалуйста. Я завелся. Так. Что там? Я свадьбы... Да, я сейчас буду вести все, что можно вести. И похороны, и свадьбы, и даже совокупление ваших домашних животных я тоже приеду, проведу. Вот. Поэтому... По цене договоримся. Плевать уже, на самом деле. Вот. Уже не столь важное. Мой сладкий привет. Привет. Анечка, сколько стоит свадьба? Такие вопросы в культурном обществе, они не задаются. Если ты хочешь спросить меня что-то, ты напиши в директе, задай мне этот вопрос, я тебе на него отвечу. Жень, сколько... Так, так, так. Гнипель Денис опять. Кому ты там что-то там строчишь? А, в директ. Да ни у кого ничего не случилось. Все нормально. Казахстану привет огромный. Бедолага за любую работу берется. Бедолага. Я не против. Бедолага, не бедолага. Вообще по барабану. Жень, у тебя все получится, я надеюсь. Ну, не надеюсь, я уверен, что все будет хорошо. Все, курим и я пошел в магазин. Поэтому такие вот новости. Женя, а кем ты сейчас работаешь? Сейчас не секрет. Я состою в партии и там еще есть кое-что. Хочу на следующей неделе поехать дочку забрать. Не знаю, получится, не получится. Посмотрим. Сейчас просто, чтобы до Сочи добраться, это я не знаю, что нужно. Это, блядь, как Ломоносов за авозом, блядь. Херачить несколько дней. Бродочку только что ответил. Ты расстроен, Жень, пожалуйста, не расстай. Все нормально. Вокруг дома, алименты я плачу. Спасибо огромное за вопрос. Вы можете написать Александре. Кому там еще? Пишите там. Маргарите, спрашивайте у них. Здорово, что Россия? Да это. Расстроен, нормально все. Кто курил в седьмом круге ада? Жакупова, да? Жакупова, я правильно понимаю? Жакупова. Главное, чтобы по другому кругу не пустили. А, за седьмой круг ада ты непереживаемая золотая. Я столько молюсь, что тебе и не снилось ежедневно. М-м-м... Очки, да, это отца очки. Для водителя специально. Знаете, когда там либо солнце слепит, либо глаза устают. они на самом деле очень прикольные потому что сразу там мир обретает краски очень круто в общем до сочи почему сложно стал добраться самолеты не летают поезда не ходит женечка бог любит терпеливых ты умничка я да я в курсе моя золотая мы же все нормально ласточки а тут не только ласточки у нас же очень много соек сойки еще сойки знать какие красивые птицы но они конечно безобразники вот если у вас там есть какой-то огород сойки они вам или там деревья с фруктами они конечно их раздолбение сразу безобразники эти сойки поезда ходят я понимаю что поезда ходит на золото явно в российский живу ходят поезда до сочи да ну знаешь сколько они будут идти до сочи поезд в краснодаре с пересадкой полдня на это должное подрать магазин за мороженым приехал мороженое хочу купить года идут от не меняешься на поезде дочки понравится путешествовать надолго до бараби тоже до проказники что там с ютюбом брат ждем мой родной пока не могу настроить и ничего я сам не соображаю ни хрена я уже устал там я настроил данда донаты настроил оба с я не могу настроить вообще просто не могу ничего настроить какие цены у вас на юге да мне кажется такие как так же как и на севере на востоке на западе цены одинаковые везде сетевые магазины находятся ну наверное на севере чуть подороже потому что все таки здесь вопрос от логистики в доставке груза на юге может быть чуть чуть подешевле потому что все таки здесь большое количество овощей и фруктов выращивается но и плюс здесь же порт у нас новороссийский и поэтому да сейчас пломбир такого нет аську надо строить какой-то блин холодного да нет не холодно сейчас сколько 20 градусов время 8 вечера артема где в москве напиши мне ватсап что именно тебе нужно я у кирилла спрошу хорошо мне нужно bs настроить спросил кирилла сможет настроить у боец чтобы я бы смог стримить на твичей на ютюбе ладно тянуть что это может сообщать проконсультироваться она же зарабатывает на ютюбе жизнь дан ты говорил правду дан ты ну хорошо на золотая молодец умница жакупова я тебя очень прошу хорошо я предлагаю тебе тебе и твоему данте направить свою энергию и свое внимание все-таки в сторону другого наверное человека я не хочу чтобы ты приходил ко мне в эфир начал и начала рассказывать не проходить кукурки круги ада хорошо так а у меня же этот еще есть она вам наверно не нужен instagram да или нужен кто хочет instagram кому нужен есть странице 250 тысяч подписчиков готов продать ее поэтому что пишите в директору это же другая машина какая другая машина что это отца машина на море не хожу купаться даже когда в лето август жара к вове не знаю посмотрим денис не знаю слишком ну и за посмотрим может быть пойду куру сиркой созвонимся завтра минеральные воды привет огромный день добрый вечер рада видеть взаимная кризиса все плохое настроение да нет у меня нормальное настроение все я вас всех обнимаю спасибо огромное что вы опять забежали ко мне в эфир ближайшее время я женю привет из америки за сколько ты продаешь напиши пожалуйста мне в в директ мы все это обсудим подписчики живые настоящие не кручены ник накручены я сейчас кстати есть даже кучу программ который можно проверить вообще боты у тебя ли не год и это это правда поэтому напиши мне в директ и я тебе там отвечу так что еще я хотел сказать значит завтра я обязательно выйду эфира обязательно прикреплю свою карту плевать вообще кто там что будет говорить и думать про меня это мое решение может быть конечно но с какой-то стороны меня может может опорочить и очернить но но я же мушкетер я д'артаньян справимся всем доброго вечера пока